Продолжение следует... Куратор фото-выставок, создатель и руководитель культурного проекта «Роспрессфото», преподаватель авторских фотокурсов, лауреат Национальной премии «Золотой глаз России» Союза журналистов Российской Федерации, эксперт в областях, история российской фото-журналистики, фоторепортаж, искусство фотографии. Какой свет выбрать лучше для вашего снимка, сможет продиктовать только сюжет, который вы снимаете. Как выглядит мягкий свет, как работает жесткий свет и как выглядит контрастное освещение. Характер освещения определяется по виду тени, который делает свет. Ведь если есть свет, значит есть где-то тень. У мягкого освещения тени имеют расплывчатые границы. Они мягкие, они рассеянные. А вот пример жесткого света. Тени имеют четкие границы, повторяющие объект съемки. Жесткий свет является следствием направленного источника света, то есть сильного. Контрастное освещение отличается от остальных, от мягкого и жесткого, тем, что мы снимаем против света. Когда мы снимаем детей, то оптимальным освещением будет, наверное, точно мягкое освещение. Жесткое освещение полезно при использовании, наоборот, динамичных сюжетов, спортивных сюжетов. Перед началом съемки нужно занять выгодную позицию по отношению к солнцу, к источнику света. То же самое относится в нашем поведении и в комнатных условиях. Красота света оценивается по красоте теней. Поэтому, чтобы получить красивую тень, нужно выходить на съемку утром или вечером. В фотографии это называется режимное время. Вспышка такой инструмент, который очень легко может навредить фотографии и очень легко может поправить ситуацию. Это значит, чтобы свет, шедший от вспышки, имитировал естественный солнечный свет. А стало быть, он должен светить сверху и сбоку, то есть быть верхнебоковым. Встроенные вспышки в камеру позволяют сделать технически качественный снимок, но никак не могут сделать художественный, правильный снимок. обеспечить нам правильный свет, потому что они не меняют направление и светят от камеры вперед на объект съемки. Но сделать правильную съемку вспышкой можно, если использовать вспышку как отдельное устройство. и достоинство внешней вспышки в поворотном элементе. Насколько вы красиво используете свет, настолько красиво будет ваша фотография. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова